Кажется решающий, кстати, не только для Греции, но и для Украины, которая тоже на грани дефолта. И кредиторы, которые также не намерены идти на уступки. Правда, по несколько другим причинам. Если с греками вопрос скорее политический, то в случае с Киевом несговорчивость кредиторов объясняется, похоже, простым здравомыслием. Уж слишком явно. Киев демонстрирует свое стремление жить за чужой счет и не платить по счетам. В итоге ситуация настолько серьезная, что Министерство финансов Украины впервые в своей истории обратилось к гражданам. С разъяснением ситуации с государственным долгом. Хотя все разъяснение умещается в одно слово из шести букв. Дефолт. Что это значит на практике, разбирался Михаил Шакаян. Насыщенную экономическими новостями неделю в пятницу подытожила глава Минфина Украины. На сайте ведомства Наталья Ерейска просто и доступно объяснила согражданам. Народ Украины уже заплатил высокую цену за европейское будущее, не упомянув, правда, вносило ли какой-то вклад правительства. И теперь нелегкое бремя финансовой стабилизации подхватить. Обязаны другие. Их разбили на три группы. 17,5 миллиардов долларов от МВФ. Более 7 миллиардов подкинуть должны некие официальные кредиторы. А вот с последними они обещали 15 миллиардов 300 миллионов проблемы. Владельцы суверенных коммерческих внешних обязательств Украины, представленные специальным комитетом кредиторов, до сих пор отказываются внести свой вклад в восстановление Украины. Правительство готово использовать существующее законное право для того, чтобы прекратить уплату международным внешним кредиторам, чтобы защитить экономику Украины и сохранить ее финансовые ресурсы до тех пор, когда приемлемое соглашение с кредиторами будет достигнуто. Законные методы нынешнего правительства бывший министр экономики Украины Виктор Суслов называет откровенным шантажом. Либо списание 40% долга, либо мораторий на платежи. Кроме того, уверен эксперт, правительство пытается переложить ответственность. До Майдана ситуация была плохой, после усугубилась. Сейчас положение критическое, что перестал скрывать даже премьер Яценюк, фактически расписавшись в собственной некомпетентности. Мы не можем сегодня себе позволить обслуживать те долги, которые были накоплены в первую очередь за последние три года. За это время Украина получила 40 миллиардов долларов. Средства, которые необходимы для выплат по ним, фактически равны нашим военным расходам на оборону. Мы тратим 5% ВВП и столько же мы должны потратить на обслуживание внешнего и внутреннего долга страны. Общаться с кредиторами в Вашингтон. 30 июня поедет уполномоченный по вопросам госдолга Виталий Лисовенко. Встреча, как уже объявили в Минфине, будет чисто технической. Первый шаг на пути к реструктуризации, который, уверены аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs, не будет. Мы не ожидаем, что специальный комитет кредиторов примет последнее предложение Киева по реструктуризации долга. Украина не сможет осуществить очередную выплату по нему 24 июля. И как результат на этом этапе страна войдет в дефолт. Вероятность такого развития событий в украинском правительстве не исключают. Не радуют и свежие прогнозы Национального банка. Падение ВВП Украины в 2015 вместо 7,5 до 9,5 процентов. Инфляция почти до 50 процентов на конец года. Да, последствия ведущим украинским экономистам очевидны. Дефолт это как клеймо. И убрать это клеймо быстро не получится. Европа остановит все. У них по правилам, если страна объявила дефолт, соответственно, предприятия, которые работают с украинским предприятием, должны просить 100 процентов предоплаты. И это при том, что для Европы Украина черная дыра, куда затягивает деньги европейских налогоплательщиков. Это сейчас, когда непонятно, что делать с Грецией. В стране кризис, чреватый развалом самого ЕС и крахом евро. В таких условиях проблемы Украины уходят для Европы даже не на второй план. А их за год накопилось немало. Потери от действий украинской артиллерии на юго-востоке исчисляются миллиардами. Производство останавливается по всей стране, а нафтогаз не успевает закачать в подземные хранилища необходимые объемы газа для отопительного сезона. В поисках альтернативных поставок Яценюк пишет европейцам гневное письмо с требованием проверить законность контракта между Газпромом и Словацким газотранспортным оператором. Якобы права на реверс в Украину нет. В Словакии ультиматумы удивились, напомнив Яценюку, что вопрос с реверсом уже обсуждался и закрыт. Россия, в свою очередь, объявила, цена на газ для Украины теперь будет соответствовать средней по рынку. Ясно, что при таком серьезном падении цен на нефть, который считается и цена на газ в конечном итоге, мы не можем предоставлять такую скидку в таком же объеме, как это было раньше, но в любом случае конечная цена для украинских потребителей не должна быть выше, должна быть на уровне соседних стран, таких как Польша. А правительство должно посчитать вот этот объем скидки ну и принять соответствующее решение. Открытым остается другой вопрос. Сколько за этот газ заплатит население с апреля? Тариф в среднем вырос на 285%. И, как выяснил Фонд общественной безопасности, украинцы переплачивают за каждую тысячу кубов две тысячи гривен. Только до нафтогаза, утверждают эксперты, эти деньги не доходят. Где они? Сейчас выясняют. Но, скорее всего, ничего не выяснят. Как и то, куда делись почти два миллиарда гривен. Столько, по данным Госстата Украины, составила задолженность по зарплатам с начала года. На данный момент я не работаю, так как я не могу найти работу с достаточным уровнем оплаты. А скоро будет трудно найти работу хоть с какой-нибудь оплатой на днях. Известный западноукраинский телеканал ЗИК сообщил, лишь у 56% украинцев есть постоянное место работы. Остальные перебиваются случайными заработками. Но и их скоро может не быть, если прогнозы экономистов оправдаются. К концу года на Украине будет целая армия безработных. И Европа явно не спешит брать ее на содержание. Михаил Шакаян в центре событий. На этой неделе президент Украины Петр Порошенко пообщался с представителями Донбасса. Причем по важнейшему вопросу о децентрализации управления страной и соответствующих изменениях в Конституции. Эта новость вполне могла бы стать одной из самых главных, если бы не одно «но». На Донбассе, в Донецке и Луганске даже и не подозревали о том, что Порошенко с ними общался. Потом выяснилось, что президент Украины очень мило побеседовал с некими людьми, привезенными с подконтрольной Украине территорией, а не с теми, с кем должен был бы, если бы соблюдал Минские соглашения, где все прописано очень четко. Но Порошенко нисколько не смутило данные обстоятельства. Напротив, он уверен, что, цитирую, сделан фундаментальный шаг, приближающий власть к людям. А Украина после реформы Конституции войдет в круг успешных стран мира. Также президент в очередной раз пообещал ускорить вступление в ЕС. Похоже, просто не обратив внимания на то, что Европа на неделе резко ужесточила правила выдачи украинцам виз. Куда привели украинцев мечты, проверяла Мария Богомолова. Захотел в Европу? Сдавай отпечатки пальцев. На этой неделе страны ЕС ужесточили для украинцев правила въезда в зону Шенгена. Без обязательной дактилоскопии жители Незалежной теперь дальше КПП на родных кордонах не пройдут. Вот сюда можете класть пальцы. Киевские туроператоры в панике. У них и так из-за кризиса проблемы. А тут еще такое. Я думаю, будут огромные очереди. Мы все это ждем. Раньше туроператор заносил мешок паспортов. А теперь, когда каждый должен прийти, я не представляю себе, как мы будем успевать подавать документы. Многие консульства этого тоже до конца, видимо, не представляли. Потому в первый же день нововведения взяли тайм-аут. К примеру, Испания объявила, что документы на выдачу виз от украинцев принимать не будет. Следом, бельгийское посольство на всю неделю почти в половину сократило рабочее время. Греки поначалу тоже визы не выдавали, ссылаясь на нежелающие работать оборудование. Путь Европы оказался для украинцев не таким свободным, как им сулили на Майдане. Кстати, сам Порошенко обещал внедрить безвизовый режим еще с января 2015 года. На днях ему об этом напомнили. Реакция народного лидера не требует комментариев. Я запитаю все-таки про безвизовый режим. Насколько... Ясно, украинский президент просто не сдержался. О каком безвизовом режиме может идти речь, если все последние месяцы посольства стран ЕС часто отказывали в выдаче шенгенских виз именно украинцам? Евросоюз это не благотворительная организация, которая будет, исходя из гуманных каких-то ценностей, целей, пускать на свою территорию миллионы и миллионы украинцев. Там тоже прекрасно понимают, что в случае, если огромное количество украинцев просто выйдет на территорию Европейского Союза, то у Европейского Союза будут дополнительные проблемы, связанные с тем, что их рынок труда не может переварить такого количества еще дополнительных рабочих рук. Все, кто мог или кто был нужен в Европе, он уже давно в Европе. Я имею в виду дешевые рабочие силы, я имею в виду дамочки легкого поведения, посудомойки, няньки и так далее. Все, больше в Европе от Украины ничего не надо. Впрочем, ЕС продолжает кормить украинцев обещаниями о безвизовом режиме, но ставит условия полностью искоренить коррупцию в стране. Условия, кстати, заведомо невыполнимые, и это еврочиновники очень хорошо понимают. На Украине коррупция имеет системный характер. Вот, например, скандал на неделе. Крупная европейская фирма покидает украинский рынок, потому что их обвиняют в том, что 30% от крупной суммы сделки они заплатили неким украинским чиновникам. Карл Георг Вельман, эксперт по внешней политике фракции ХДС ХСС в Бундестаге. Евроэксперты, кстати, уже который месяц требуют от украинских властей создания национального антикоррупционного агентства, полностью независимого и наделенного широкими полномочиями. Украинская власть указания вроде бы выполняет. По документам, бюро по борьбе со взяточничеством создано. Штат 700 человек должны приступить к работе в сентябре. На этой неделе даже начался набор детективов. Впрочем, президент Порошенко сразу же сделал их беззубыми. Наложил вето на закон, разрешающий, к примеру, снимать взяточников на скрытую камеру. Это, по мнению Петра Алексеевича, приведет к снижению качества уголовного преследования. Как именно, президент не пояснил и не пояснит политиков, смеющих задавать власти неудобные вопросы, на Украине уже попросту не осталось. Нынешняя политическая власть сделала все, чтобы альтернативы им на Украине не было. Чтобы оппозиция была исключительно для вида, чтобы ее демонстрировать западным партнерам и говорить, что вот, посмотрите, не все у нас так плохо. Но это ширма, за которой скрывается растущее недовольство населения. Ведь фактически ни одно из требований Майдана выполнено не было. Безвизовой зоны нет, коррупция хуже, чем при Януковиче. Народ требовал европейского уровня жизни, получил африканский доллар в день. И это, похоже, не предел. Тарифы уже выросли на 300%. Осенью официально обещано поднять их в разы. Евроинвестиций как таковых нет, а то, что приходит, тратится явно не на благо страны. Да и страны как таковой на данный момент нет. Большую, если не большую часть суверенитета Украина уже потеряла. По сути, это территория, которой руководят иностранцы и их доверенные лица. Ради чего скакали на Майдане? Ради того, чтобы разрушить страну и нанять грузин, так сказать, в качестве чиновников, да, трудоустроить изданных из Грузии американских агентов, ну, наверное, ради этого скакали на Майдане. Ради этого украинцы разрушили собственное национальное государство. Это государство могла бы спасти, к примеру, грамотная региональная политика, децентрализация, как ее называют на Украине. Ее, кстати, тоже обещали год назад. Но все благие пожелания так и остались только на бумаге. Зато мгновенно были написаны, а теперь выполняются, инструкции по борьбе с теми, кто помнит, ради чего, собственно, люди выходили на Майданы. По данным правозащитников, арестованы сотни, если не тысячи граждан Украины по более чем странным обвинениям. Руки! Теперь, кстати, на Украине можно попасть в тюрьму за что угодно, даже просто за шуточный разговор. Двух ребят ждет срок в пять лет за попытку потопить винным штопором боевой корабль Гетьман Гайдамачный. Вот слова, за которые их упрятали за решетку. Я предлагаю потопить корабль Гетьман Гайдамачный. Чем? Все просто. Берем у Юры акваланги, берем в магазине винный штопор и ныряем, бурим дырочки штопорами, он тонет. Но от винных штопоров дырочки будут совсем махоньками. Он, наверное, таки долго будет тонуть? Да-да, тонуть будет долго, но мы же никуда не торопимся. Это было бы просто смешно, если бы не было так грустно. Корабля с таким названием нет в украинском флоте. Это была просто шутка двух одесситов. Но за это один из них был вынужден признать вину, чтобы выйти на свободу. Он получил свой срок, только условный. А второго шутника отвезли на Донбасс и обменяли на украинских военных, оказавшихся в плену у ополченцев. И такие истории на Украине уже никого не удивляют. Люди привыкли и к новостям с Донбасса. А ведь война там явно не входила в планы тех, кто протестовал на Майдане. Украинцы много лет гордились тем, что в их стране в принципе такое невозможно. Теперь они убивают друг друга. И чем больше времени проходит после Евромайдана, тем быстрее Украина отдаляется от той самой вожделенной, мирной и свободной Европы. Обещания, данные народу, новая власть по сути исполнять и не собиралась. Евромечты украинцев так и останутся мечтами. До следующего Майдана. Если, конечно, будет кому его проводить. Мария Богомолова, Павел Ермоленко, Екатерина Симонович и Александр Ковалев. В центре событий. И завершить выпуск хочется еще одной свежайшей цитаты из президента Порошенко. Три революции за 25 лет обозначили уникальность украинской нации. Другие люди трудолюбием своих наций гордятся верой, честностью, ну, любвеобильностью на ходу и конец. А вот господин Порошенко страстью госпереворота. Что-то там не так с системой ценностей. На этом я с вами прощаюсь.